Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий, и тема сегодняшнего видео «О чем говорят растения?». Я надеюсь, к концу данного видео мы с вами сможем научиться слышать растения. А пока вы подписывайтесь, если еще не сделали это на этот канал, и продолжим. Итак, очень часто в различных роликах о садоводстве мы с вами слышим информацию о кислотности почвы. Что это такое? Как использовать эту информацию? А ведь мы ее видим на мешках с грунтом, мы видим ее в различных описаниях биологических и химических препаратов. Как использовать эту информацию? Как вообще узнать кислотности своего участка? Земля кислая, нейтральная, промежуточные варианты или щелочная. Огромное разнообразие различных вариантов кислотности может встречаться даже на самом маленьком участке. Конечно же, я рад за тех садоводов, которые приобрели PH-метры, это такие приборы, электронные приборы, которые могут определять PH-почвы. Возможно, кто-то озаботился и достал лакмусовую бумагу, но данные, скажем так, приспособления могут иногда нам врать, а китайские PH-метры очень часто выходят из строя или дают ложную информацию. Итак, приступим. Первым делом мы должны осмотреться на своем участке, посмотреть на аборигенную растительность. Это та растительность, которая была здесь до нас, как говорится, та, которую мы абсолютно не культивируем, а растет без нашего участия. И, посмотрев на эту растительность, далее мы делаем свои заключения. Как правило, допустим, если у вас на участке очень много растет щавеля, он просто гуйствует, а вы его целенаправленно не культивировали, то, скорее всего, почва у вас будет очень кислая. Об этом же говорит и наличие, в принципе, культивируемых растений, таких как голубика, черника или водяника. Именно поэтому для выращивания этих культур необходимо почву иногда очень сильно подкислять. А уж если у вас на участке встречается зеленый или, тем более, сфагновый мох, то это однозначно говорит об излишней кислотности почвы. Причем именно хвойный опад и, в том числе, различного рода мхи являются идеальным средством для мульчирования голубики, который требует довольно кислых почв. В данном случае мы видим зеленый мох, который говорит о повышенной кислотности почвы. И именно в этом месте мы также можем найти и другие свидетельствующие о повышенной кислотности растений индикаторы. Буквально в нескольких метрах я вижу лютик едкий распространяется. И здесь же могу продемонстрировать распространение сныти, которое также свидетельствует о повышенной кислотности почвы. О чуть менее кислых почвах скажут нам такие растения, как подорожник, хвощ или различные виды лютиков. Едкий, ползучий. Иногда распространенное на участках сныть будет говорить о том, что почва кислая, но не столь кислая, как если бы там сли у различного рода мхи. Если же у вас на участке очень много дремы, если присутствует мятлик, то скорее всего почва у вас щелочная. И в таком случае нужно быть очень аккуратными с использованием различного рода гуматов, которые способны еще более защелачивать почву. Ну а такие растения, как ромашка, мать и мачеха, говорят о том, что почва у вас нейтральная и идеально подходит практически для выращивания, для культивации любых культур. Вот так. Довольно простыми способами, без абсолютно лишних затрат, мы с вами можем говорить о кислотности почвы у себя на участке. Причем это очень важно, так как даже всего лишь на нескольких сотках кислотность почвы может меняться от слабокислой до слабощелочной. Поэтому такая информация нам всегда пригодится. Надеюсь, она была для вас полезной. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. И до скорой встречи. Развивайте себя.